Учимся жить вертикально. В рамках этого проекта в Наринмаре прошел фестиваль по скалолазанию с презентацией адаптивного скалолазания. В нем приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Мы познакомились с теми, кто решился покорить высоты. По профессии он бухгалтер и раньше спортом серьезно не занимался. Но это его не остановило. Михаил Сапаров идет вверх, несмотря ни на что. Двукратный чемпион мира. Не имея одной руки, он не имеет и препятствий для достижения цели. Для таких, как он, людей с ограниченными возможностями здоровья, разработан специальный вид спорта – адаптивное скалолазание. Оно подходит не только взрослым, но и детям. Для знакомства с новым видом спорта Михаил Сапаров Наринмарским детишкам представил видеопрезентацию. Видеопрезентация, которую мы сейчас предлагаем, это как способ знакомства детей, для людей, молодежи с ограниченными возможностями, с новым видом спорта. И, соответственно, это и как спорт, и как средство реабилитации на сегодня показывает. Поэтому меня пригласили показать, что есть такой вид спорта, что его мы можем применить и для людей с ограниченными возможностями. Для того, чтобы победить искусственную скалу, необходимо совсем немного. Умение держаться на скалодроме, быть выносливым и сильным – все это поможет не только преодолеть препятствия, но и стать увереннее. Наша основная задача заключается в том, чтобы показать доступный и эффективный способ реабилитации, социализации данной категории людей и поддержать их. То есть не только морально, но и физически, потому что очень важный аспект в маленьком городе. Здесь, получается, основная идея в том, что двигаясь, поднимаясь вверх, то есть они преодолевают какое-то препятствие, и у них возникает такое желание достичь чего-то большего. Адаптивное скалолазание как вид спорта появился всего пять лет назад. Но люди с ограниченными возможностями используют скалодром как спортинвентарь уже с 98-го года. И добиваются серьезных результатов, выступая на международных соревнованиях. Четырехметровый скалодром в Наринмаре появился в окружной столице в октябре 2015 года. На сегодняшний день в секциях занимаются как дети, так и взрослые. После презентации уверены организаторы проекта. К ним присоединятся и те, кто до сегодняшнего дня даже и не мечтал о том, чтобы достигать спортивных высот.